Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Андрей Десницкий, это проект «Экзегет», и мы сегодня начнем с вами читать послание к римлянам апостола Павла в моем собственном переводе. Ну, сначала надо немножко сказать об этом послании. Это, наверное, самое известное послание Павла, вообще самое известное послание во всем Новом Завете. Стоит на первом месте среди Павловых, и не только по объему, но и по значению. Собственно говоря, это послание до сих пор исследуется богословами, до сих пор спорит о разных тонкостях его понимания. Мы не будем уходить очень глубоко в эти тонкости, хотя что-то сказать будет надо. Автор, безусловно, апостол Павел, здесь ни у кого сомнений не вызывает это. И где и когда оно написано, ну, здесь могут быть некоторые сомнения. В 50-е годы, естественно, первого века нашей эры, наверное, 57-58, когда Павел собирался отправляться в очередное свое миссионерское путешествие, потом в Иерусалиме он был арестован, отправлен в Рим, где пребывал в заключении. Иногда говорят, что, может быть, он в заключении это послание и написал. Звучит немножко странно, почему он писал римлянам, будучи в заключении, по дороге в Рим, он должен был бы туда сам скоро прибыть или даже в самом Риме. Возможно, именно потому, что он находился под стражей, не мог свободно с людьми общаться, ему нужно было все-таки как-то донести свои мысли вот до римской христианской общины. Что это за община, мы об этом еще поговорим, но понятно, что Рим – это столица огромной римской империи, самый влиятельный город в мире в те времена. И, конечно же, у Павла особое отношение к римской общине христианской, потому что это центр мира, потому что это та точка, из которой христианство будет распространяться дальше. И поэтому им очень важно именно с римлянами разобрать основы христианской веры, во что мы верим. Вот это очень краткое предисловие, но многие вещи, связанные с характеристиками послания, мы будем обсуждать по мере того, как мы это послание будем читать. Напомню, что я читаю свой собственный перевод. «Я, Павел, раб Иисуса Христа, призван быть апостолом, избран возвещать Божье Евангелие, предсказанное в священных писаниях пророками, весть о Сыне Божии, который был рожден по плоти от семени Давида, а то, что он Сын Божий, с силой открылась в духе святости и в воскресении из мертвых Господа нашего Иисуса Христа». В письме принято представляться. Павел ровно это и делает. Раб Иисуса Христа призван быть апостолом, то есть он определяет свое место в этом мире, он в любом случае его раб, а его апостольство – это призвание, которое он получил. Я говорю сейчас вроде бы банальные вещи, но это важно, потому что если я буду говорить, что я, например, доктор наук, это моя некоторая заслуга, но он говорит, нет, это не заслуга, это положение, в которое я поставлен, это то, чего я не могу не делать, не потому что мне это нравится, не потому что это почетное звание апостола, хотя, наверное, нравится, хотя, наверное, почетное. И он с самого начала говорит, о чем вообще все это Евангелие, благая весть. Во-первых, оно предсказано пророками, во-вторых, Христос не кто иной, как Сын Божий, в-третьих, Он рожден от семени Давида, то есть по плоти Он человек, происходящий из рода царя Давида, что одновременно означает соблюдение многих пророчеств, которые предсказывали приход истинного царя из потомков Давида. И Он Сын Божий, сразу человек и Сын Божий. Он не говорит Бог напрямую здесь, но понятно, что это утверждение некоторой божественной его природе. И это можно доказать. А как доказать? Святость и, прежде всего, воскресение из мертвых. Вот основное содержание христианской веры. Потом, на протяжении всего послания, Он будет об этом долго и подробно говорить. Дальше. От Него мы приняли благодать и апостольство, чтобы во всех народах люди покорялись вере ради Его имени, и среди них вы, призванные Иисусом Христом. Благодать и апостольство – ключевые для Павла понятия. Он будет очень долго и подробно разбирать это понятие благодать. И главное, что он здесь тоже говорит две вещи. Во-первых, благодать, а во-вторых, все народы. Римская община, судя по всему, состояла из евреев, которые до принятия христианства исповедовали иудаизм или религию Ветхого Завета, как хотите это назовите, и язычников, которые обратились из своего язычества. Для Павла как раз принципиально важно, что границы стираются, что вот это деление, оно просто носит такой чисто биографический характер. Кто какого происхождения, но сущностного никакого деления в христианской общине. Нет, и быть не может. Это он тоже будет разбирать послание. Это не просто приветствие. Я Павел, пишу вам, римляне, будьте здоровы, все, пусть будет у вас хорошо. Нет, это одновременно очень сжатое тезисное изложение основных мыслей, которые дальше в послании будут разбираться. Итак, я приветствую всех тех в Риме, кто возлюблен Богом, кто призванный свят. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Тоже несколько важных утверждений. Христиане Рима – это кто? Это те, кто возлюблен, призванный свят. Значит, Бог любит, христиан призывают их, они откликаются на этот призыв, и так они обретают святость. Святость, состояние, которое сегодня, может быть, мы связываем в основном с личным совершенством, но тут, конечно, идет речь святость как отделенность от всего остального. Священный сосуд – это не просто очень красивый сосуд, он должен быть красивым, конечно, но это сосуд, из которого нельзя взять и попить водички. Это то, что используется только за богослужением. И, соответственно, христианин – святой человек не в том смысле, что он очень высоконравственный, он очень такой хороший, он добился какого-то духовного особого состояния, в том смысле, что он отличается от язычника своим всем, нельзя сказать, одновременно поведением, убеждениями, но вот он другой человек просто. Но не потому, что он такой хороший, не потому, что он достиг совершенства, а потому, что Бог его возлюбил и призвал. Ему осталось только ответить на этот призыв – да. И, соответственно, что он получает? Благодать и мир от Бога, Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Тоже очень важное богословское утверждение – что происходит, когда человек становится христианином. И это он в послании подробно разберет. Но дальше ему надо как-то к ним обратиться. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа». Обратим внимание на эту формулировку. Христос – посредник для него, между Отцом и нами. И Он благодарит Бога, и мы благодарим Бога. Но через Христа. Вот нам это сегодня кажется немножко странной формулировкой. Мы же знаем, что Бог троичен, да, христиане верят, что Отец, Сын и Святой Дух. Почему же я благодарю Отца через Сына? Да потому, что в послании Он будет разбирать вот эту посредническую роль Христа. Что отношения с Богом восстанавливаются через Христа. И поэтому все, что происходит дальше между верующим и Богом, оно происходит через Христа. Итак, «Благодарю Бога моего через Иисуса Христа, за всех вас, что вера ваша известна по всему миру». Вот интересно, что Он начинает не с того, что вы грешники, вы многого не понимаете, хотя, наверное, они грешники и многого не понимают. Он начинает всегда с того, что Он благодарит Бога за тех людей, с которыми Он общается. Вот простенько, а невероятно важно. Слава Богу, какие вы люди замечательные. Ведь если это не так, то зачем вообще с ними время-то на них тратить, и говорить, и писать там, и приезжать к ним. «Свидетель мне Бог, которому я служу всем своим духом ради Евангелия Его Сына, я непрестанно помню о вас, и в моих молитвах всегда прошу, чтобы по воле Божьей было мне дано вас благополучно посетить». Наверное, все-таки до Рима, до пришествия в Рим, либо планировал в Рим поехать, либо его, может быть, везут туда уже под арестом. Но вот, судя по этим словам, тоже не под арестом. Он все-таки еще сам распоряжается своей жизнью и планирует, может быть, их посетить. И он их помнит, любит и хочет с ними встретиться. Тоже абсолютно необходимое условие для того, чтобы они его услышали, которое тоже далеко не всегда даже в христианском общении соблюдается. Ну вот, наставник, который что-то говорит, я сейчас говорю, это все записывается, вы потом это послушаете, но у меня с вами личных отношений нет, к сожалению. А вот для Павла невероятно важно, чтобы эти личные отношения были, иначе все бессмысленно, иначе ничего он им не скажет. Стремлюсь повидаться с вами и поделиться духовным даром, чтобы вас укрепить. Не просто вам рассказать, как все надо делать, во что верить, а укрепить вас тем, что мне даровано. А точнее даже с вами взаимно утешить друг друга своей верой, и вашей, и моей. Он не ставит себя в положение выше, хотя, конечно, он выше. Он говорит, смотрите, я вас утешу, а вы меня утешите. Для него тоже невероятно важно это общение в любви. Не хочу, братья, держать вас в невидении. Вот уже сколько раз собирался я отправиться к вам, но и по сю пору остаются препятствия, которые не дают мне пожать у вас тот же плод, что и среди прочих народов. Пожать тот же плод, он трудится, и как земледелец, который пашет, сеет, выращивает урожай, он получает этот урожай в конце. И вот он хотел бы получить от римлян этот урожай, но вот пока что-то мешает. Ведь я в долгу перед эллинами и варварами, перед мудрецами и простецами, и, конечно же, очень бы желал проповедовать Евангелие и вам, тем, кто в Риме. Он получил от Бога дар, и этот дар он несет другим людям, он его понимает как свой долг перед этими людьми. Разными, разными. Эллины, варвары. Варвары – это дикие люди, эллины, образованные мудрецы и простецы, соответственно, не по культуре или этнической принадлежности, а по складу. Ну, то же самое те, кто повыше, поумнее, те, кто попроще. Это неважно. Вот его основная тема в послании к римлянам. Да, все люди очень разные. Но во Христе все различия становятся уже преодолены. А Евангелие Христово я не стыжусь. В нем сила Божия во спасение всякому верующему. Сперва иудею, а потом и эллину. И это он обязательно рассмотрит, поскольку община Рима состоит из иудеев и эллинов. То есть, те, кто исповедовал иудаизм до принятия христианства, и те, кто был язычником эллины. И, соответственно, Евангелие я не стыжусь, говорит он. Почему? Потому что за Евангелие тогда арестовывали, в частности, и Павла самого. Он прекрасно понимал, что, может быть, надо бы как-то промолчать потише, поаккуратнее. Нет, я не стыжусь, не в смысле, ой, там какое-то Евангелие неприличное лучше о нем не буду говорить. А в том смысле, что я не буду этого скрывать. Я не боюсь тех последствий, которые из этого могут проистекать. В нем открывается праведность Бога. От веры и ради веры, как и написано, праведный жив будет верой. А вот это уже основная идея послания, которую он заранее вводит. Праведность и вера. Как это связано? Ну, он пока только нам задал тему, чтобы мы задумались. Не будем комментировать. То он сам потом прокомментирует. Но немножко он уже объясняет и сейчас. Это ведь очевидно. Бог с небес покарает всякое людское нечестие и неправду, когда истина попрана нечестием. Ну, стало быть, если что-то плохое на земле происходит, Бог на это гневается, и Он так или иначе накажет. Такое довольно примитивное представление, но адекватное по-своему. Людям известно все, что только может быть известно о Боге. Ведь Он сам это им открыл. Стало быть, не все вообще можно познать о Боге. Бог не бывает у нас заключен в нашей категории словесные, в нашей книге, речи и так далее. Но то, что можно узнать о нем, в принципе, да, это уже узнано. Что невидимо, как его вечная сила и божественность, то от создания мира открывается в размышлениях о его творениях. Да, то есть, мы Бога же не видим, но мысленно можем представить себя. Так что нет у людей оправдания. Познав Бога, они не воздали Ему, как Богу, славу и благодарность, но предались пустым умствованием, и неразумно их сердце помрачилось. Здесь Он отвергает такую мысль, что люди, ну, они грешат, потому что они не знают Бога. Они Его не почитают, потому что, ну, не получилось. Да, не то, что они сознательно отвергают. Говорят, нет, по крайней мере, наблюдение за окружающим миром должно приводить к мысли о Боге, поэтому оправдания нет. Называя себя мудрецами, поглупели, славу нетленного Бога, променяли на изображения. Речь идет, конечно, об идолах, которым поклонялись и в Риме, в том числе, язычники. На изображения, похожие на тленных людей, птиц и зверей, присмыкающихся. Ну, поскольку особенно египетские боги часто в зверином облике изображались, а в Риме были популярны разные боги, в том числе египетские. «Потому и Бог предал их нечистоте, столь вожделенной для их сердец, чтобы они сами оскорняли собственные тела». Ну, вот, соответственно, да, они делают определенный выбор, но Бог отдает их во власть собственного этого выбора. «Они променяли истину Божью на ложь, поклонялись и служили сотворенному вместо Творца. Благословен он вовеки. Аминь. Из-за этого Бог и предал их постыдным страстям». Вот, смотрите, одновременно Бог выступает в качестве источника этого состояния. Очевидно, он дает им позволение, возможность, но выбор их. То есть, здесь он пытается описать вот эту очень сложную богословскую антиномию, это такое единство противоречия, что, с одной стороны, все от Бога, с другой стороны, человек сам отвечает за свои поступки. Значит, от Бога разрешение человеку так жить, возможность ему по собственному разумению выстраивать свою жизнь, ну, а от человека уже то, как выстроил. «Из-за этого и Бог предал их постыдным страстям, и женщины у них применяли естественные сношения на противоестественные. И точно так же мужчины, оставив естественные сношения с женщинами, пылают похотью друг ко другу. Мужчины срамятся с мужчинами, сами себе устраивая заслуженную кару за отступничество». То есть, с его точки зрения, это такое безобразие, что даже наказывать не нужно, потому что они себя уже наказали, собственно, тем, что они творят. И для него это один из главных таких признаков вот этого развращенного языческого образа жизни. «Они не видели пользы в познании Бога, и Бог их предоставил бесполезному рассудку вытворять непотребство». Ну, это только один пример вот с этим противоестественным сексуальным образом жизни, а дальше он перечисляет много чего. «Они полны всяческой неправды, блуда, злодейства, жадности и порока, зависти, убийства, вражды, лжи, коварства и сплетни, перешептываний, злоречия, богохульства, гордости и надменности. На зло они изобретательны, родителям непокорны, неразумны они, ненадежны, безжалостны, непримиримы и беспощадны. Зная, что такие дела достойны смертного приговора от Бога, не только сами их творят, но и других подговаривают». Вот с чего он так начинает ругать язычников. Наверное, сказать «Ой, вы, римляне, такие хорошие христиане, а язычники такие плохие, плохие, плохие». Ну, конечно, так это тоже звучит, но на самом деле здесь есть гораздо более глубокая мысль, и она дальше будет развиваться, что именно вот от всего этого состояния христиане переходят к состоянию праведности. А как? Вот об этом остальная часть послания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok